Существует два основных метода тестирования на коронавирус, которые применяются в Украине. Первый метод – это метод иммуноферментного анализа, который основан на определении непосредственно антител в сыворотке крови человека. В ответ на инфекцию. Этот метод, основанный на иммуноферментном анализе, требует довольно короткого времени для его выполнения – порядка 15 минут. Однако, следует, и он определяет фактически качественное содержание иммуноглобулинов М в сыворотке крови. Это ранние антитела, которые появляются примерно на 5-6 день от заболевания. Трудность заключается в том, что в инкубационном программальном периоде этот тест неэффективен, потому что человек еще не отреагировал на инфекцию. Но преимущество его заключается, прежде всего, в экспрессности и в том, что в настоящее время мы закупили достаточное количество таких тестов. Только в Одесском медицинском институте, как часть Международного гуманитарного университета, совместно с Юрокадемией, мы приобрели 10 тысяч этих тестов. Плюс Мерия сейчас приобрела, буквально вчера информация поступила, 3 тысячи тестов. Точность этих анализов, надо сказать, примерно 50 на 50. Поэтому, значит, эти тесты требуют повтора. И данные клинических анализов, конечно, должны подтверждать развитие болезни. Второй тест или группа тестов – это так называемые молекулярные тесты. Они более точные, требуют специального оборудования, которое используют метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Значит, этот метод считается золотым стандартом, но требует специального оборудования. К сожалению, на Украине имеется лишь одна лаборатория в Киеве, которая пока выполняет эти анализы. К нашему счастью, в настоящее время мы имеем эту пандемию полностью контролируемую. Вы знаете, что в онлайн, в интернете каждый день появляются данные о развитии этой пандемии. Раньше, если мы посмотрим исторически, первое место по количеству жертв инфекции пандемии было прежде всего, так сказать, натуральная оспа занимает. Примерно 500 миллионов человек умерло от этой болезни. Второе место занимает по, значит, последствиям – это бубонная чума. В трех пандемиях, начиная сначала, фактически от Рождества Христова, где-то 541 год, затем 1346 и 1894 год, за эти пандемии, значит, умерло примерно 160-200 миллионов человек. Третье место по катастрофическим последствиям занимает туберкулез. Надо знать, что примерно каждый третий человек Земли инфицирован палочкой туберкулеза Коха. Это примерно 2,5 миллиарда человек в настоящее время. Каждый год туберкулезом заражается примерно 8 миллионов человек. Из них примерно 2-3 миллиона умирает. Продолжение следует... Продолжение следует...